добрый вечер точнее даже доброй ночи я сегодня хочу поделиться с вами впечатлениями о первой неделе прохождения курса эфирный миллион с нателлой зубченко это неделя стала для меня выходом из моей зоны комфорта я стала организовывать прямые эфиры и выступать в режиме онлайн и самый первый мой эфир был самым неожиданным заранее мы порепетировали со знакомой закрытом аккаунте я судорожно нажимала на разные кнопки чтобы ощутить присоединить свою гостью и читала инструкцию как стать гостем они как добавить гости но это я узнала только после проведения прямого эфира и думаю почему же у меня совсем другие кнопочки чем в инструкции и во время этого эфира случился такой небольшой казус через 20 минут у меня скорее всего произошел глюк программы на телефоне и экран погас и на нем появилась белое пятно точнее белый квадрат с непонятным для меня надписью телефон никак не реагировал точнее нажатие на кнопочки никак не помогли исчезнуть данному квадрату я вам сейчас его покажу вдруг кто-то тоже сталкивался с таким эффектом вы можете подсказать что делать такой ситуации сейчас я на дуэлу вот видите абсолютно черный экран и такое сообщение причем при нажатии ok не на сообщите на мой телефон никак не реагировал я первый раз таким сла сталкиваюсь и ни разу не слышала такой возможной проблеме в инстаграме и самое интересное что моя гостья и участники присоединившиеся меня прекрасно видели и слышали я решила не заканчивать эфир и его не перезапускать а самое интересное что я поняла что в данной ситуации я не могу ничего сделать кроме такого как завершить эфир и запустить его заново но поскольку меня было слышно и видно другим участникам я решила довести эфир до конца глядя периодически бегающий белый квадрат еще по всему телефону при этом я позволила себе просто расслабиться и принять ситуацию какая она есть после эфира мы обсуждали в группе участницами тренинга деньги через женщину который организовал павел кочкин и получила такую обратную связь очень неожиданную для меня что в этот момент когда я поняла что я никого не вижу я перестала контролировать данный эфир стала милее нежнее и вдохновение представляете и мы даже пошутили на эту тему что у нас во время данного эфира и такого ляпа родилась новая практика слепой поводырь онлайн когда моя гостья стала моим поводырем читала комментарии контролировала время которое у нас осталось до окончания эфира вот то есть все что не делается делается к лучшему сохранить мне данный эфир не удалось поскольку данный экран мне не позволял абсолютно выйти ни в какой другой режим и остались только впечатление от этого и я могу вам передать состояние в котором я находилась я сделала несколько скриншотов вот так мы его начинали это елена пакина которая стала моим поводырем в практике слепой поводырь онлайн и более того почему все что не делается к лучшему елена отвечая на мои вопросы записала чудесное видео на ю тубе с рассказом о том как она переехала в италию которую не долго не записывалась после нашего такого чп с эфиром который мне удалось сохранить у нее появилась мотивация для записи которые на них давно не могла сделать так сейчас я тоже парапетирую как мне убрать все мои фотографии но вот я снова с вами вы можете задавать мне вопросы сегодня у меня это уже третий эфир за ней и я чувствую сегодня себя телеведущей у меня вчера был вебинар три часа мы встречались с участницами тренинга деньги через женщину обсуждали техники практики делились впечатлениями друг с другом и три часа прошли незаметно для меня после этого вебинара а мы провели с участницей эфира на миллион скермен прямой эфир и сегодня на утро я ощущал все прелести это тяжесть в голове в теле кого я вчера целый день работала в студии и думаю так включать психолога психолог включайся во мне как же восстановиться прийти в ресурсное состояние вчера на вебинаре мы обсуждали все эти моменты как восстановить себя и быстро прийти в ресурсное состояние я заварила кофе для поднятия физического настроя эмоционального устроила себе праздничный завтрак с фруктами включила музыку и готовила себя к следующему эфиру еще с двумя участницами нашей мини-группы я очень благодарна за поддержку нашей мини-группе кругосветка за за поддержку как техническую так и при составлении анонсов за вопросы за наше общее обсуждение и хочу сказать что на первом прямом эфире мы как раз с еленой пакиной обсуждали ходить ли на тренинги или заниматься с разве саморазвитием самостоятельно читать книги смотреть материалы в интернете или пойти на курс и если идти на курс то какой тариф выбрать индивидуальный в плане самостоятельного что мы смотрим все комментарии выполняем в индивидуальном режиме в индивидуальном темпе как можем без обратной связи второй вариант участия это с обратной связью от кураторов и выполнением домашних заданий с обратной связью или тариф индивидуально непосредственно с автором тренинга и могу сказать что тарифы групповые с куратором и с автором они наиболее для меня продуктивные эффективные в одиночку я бы вряд ли справилась и стартовала с прямыми эфирами не бы долго собиралась возможно настраивалась в данном случае есть команда которую ты тоже поддерживаешь и я понимаю что для того чтобы получить групповые бонусы нужно не просто выполнить домашнее задание но и чтобы все участники наши мини групп их тоже выполнили у нас есть взаимная мотивация помочь друг другу справиться с заданиями как можно быстрее задания очень простые но первую неделю я действительно как будто начинала водить автомобиль я справлялась всеми этими кнопочками как сохранить эфир куда он уходит как он отражается дальше сохраняется ли не сохраняется как приглашать гостя на этом не потребовалось достаточное время и теперь я уже приступаю к торгодке технических моментов по постановке света понимаю что сейчас у нас уже ночь отсутствует естественное освещение и я провожу с вами беседу при этом свете максимальном что есть у меня в комнате надеюсь я завершение курса у меня уже будет новое освещение а я буду рада с вами беседовать в любое время дня и ночи при моей возможности с вами пообщаться поэтому до до новых встреч жду ваших предложений рекомендаций также ваши вопросы которые помогают определить тему для беседы для записи стимулируют мои мозговые клеточки и нейроны и готовы с вами поделиться своими новыми знаниями и впечатлениями всем спокойной ночи а я буду еще выполнять пару заданий всего доброго до новых встреч в эфире